итак перейдем к вопросам о принятии себя самого если вы могли бы вы бы изменили свою внешность и если бы вы были свободны ну имели возможность это сделать то есть деньги на пластическую операцию чтобы вы в первую очередь отрезали we talked about this and self image pardon I interpreted if you had money for the operation what you could cut off Zorik said do we have a moil хорошо вопросы власти если бы я спросил ваших родителей а если бы я спросил ваших родителей то могли бы они сказать что вы были послушны это также можно применить в вопросе к вашему пастору и кому угодно подчиняли ли вы вашу волю вашему духу потом вопросы о чистой совести вопросы о прощении обидчиков сейчас нет времени пройти по всем этим вопросам но вы можете их прочитать вопрос о моральной чистоте вопросы о правах моральная чистота сколько морально-этических битвы ведете в своей жизни до 3 possible battlefields more battlefields in every person's life есть три возможных области где могут происходить сражения first is the battlefield of thoughts значит есть три области где сражения происходят первое это в мыслях if a person indulges in lustful or sensual thoughts then he will soon have a second battlefield если у человека есть похотливые или чувственные мысли то вскоре у ему придется сражаться на втором фронте это поле сражения в действий и если вы вам придется столкнуться сражаться с вредными действиями то в конечном итоге вы перейдете на третье поле сражения с сражаться с привычкой вы можете расспросить человека с чем ему приходится бороться сейчас лампе сайсат тень и вот я вам что-то скажу вы знаете надо быть чрезвычайно мудрыми в вопросах если вам приходится давать какие-то советы представителям противоположного пола я думаю что мудро таких случаях во первых получить разрешение от человека который обладает духовной властью над этим человеком когда я был пастор и например женщины они у них какие-то проблемы были большие дома а вы тратите си would your husband be willing to meet with you when we talk я обычно их спрашивал а ваш муж он хотел бы чтобы вы со мной поговорили and if he didn't want to meet the gave her permission а вот и он не хотел встречаться или не давал ей разрешение адрес карпа мишень мэтта к тюрьму спины апдей тимон и на вот диска я тогда спрашивал у женщины а могу ли я поговорить и назначить встречу с вашим мужем и обсудить с ним а то андерев the husband was not a believer he greatly appreciate my respect of his authority and the home и я обнаружил что когда муж был неверующим то он просто был чрезвычайно благодарен когда я демонстрировал мое уважение к его власти when counseling on moral matters когда консультирование затрагивает моральные вопросы we need to remember the instruction of visions 5 12 мы должны помнить указание которое дано в ефесянам 5 главе 12 стихе там написано ибо о том что они делают тайна стыдно и говорить другими словами мы должны we may need to know in a person committed adultery or some sexual sin нам необходимо знать может быть человек он прелюбодействует или блудит но нам нужно можно человека спросить узнать не вовлечен ли он такого рода грехи но нам совершенно не нужно выслушивать детали как он эти грехи совершал окей хорошо я прошу прощения нам пришлось через пройти через этот список довольно быстро будьте добры вы если у вас есть какие-то вопросы по тому что вы видите в этом списке вы можете их задать позвольте мне коснуться вопроса чистой совести это д а тэнки с импорт фросс балливерс тук лиро конченсивен фротэнсу и коммедид before we were a believer я верю что мы как верующие должны очищать нашу совесть даже за грехи которые мы совершили не будучи верующими и я еще раз повторю что мы должны это сделать перед богом и перед человеком против которого мы согрешили в вашей прошлой жизни люди против которых вы согрешили и вам хорошо бы смирить себя и пойти извиниться перед ними потому что однажды вы можете стать пастором вы когда-нибудь будете проповедовать ну-ка и на краю и вы можете посмотреть в толпу нанеси сам муман нер югу рамбами и и однажды и вы можете увидеть как женщина вам машет платочками столпа и говорит а ты меня помнишь you want to have a clear conscience we all want to have a clear conscience иметь всем чистую совесть when i gave my life to the law i was great i was raised in a christian home я вырос в христианской семье and god protected me from a lot that was in the world и бог защитил меня от многого того что есть в этом мире но тем не менее я делал глупости в моей жизни несколько глупостей сделал и когда я понял эти принципы о истине the power of a clear conscience и когда я понял принцип чистой совести силу чистой совести the holy spirit just led me one day to make a list of all the people i needed to go back and ask for their forgiveness дух святой он мне помог составить список всех людей которым я должен был пойти и попросить прощения я был глупым подростком но был пастор был пастор и его дочь мы с ней дружили когда-то и я и еще двое других ребят мы вели себя глупо мы взяли яйца и ночью мы забросали ее дом яйцами вы на украине яйца бросаете в дома людей яйца 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 погибла и и вдруг дух святой напомнил мне это яйца 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 и совесть настолько меня обличала и совесть меня стала обличать где-то шесть или семь лет спустя но я почувствовал что я нуждаюсь позвонить этому пастору и исповедоваться и извиниться за то что я сотворил с его домом и если какой-то ущерб причинен за который нужно заплатить я был готов что если я причинил действительно ущерб этому дому то мне придется заплатить за арену те деньги которые ремонт стоил я позвонил ему он меня не знал но я его дочь знал я сказал пастор он был просто пастор из другой церкви пастор я мне стыдно признаться в этом но в таком году я был глуп и я бросал яйца в ваш дом и Бог меня действительно обличил в этом я хочу исповедовать это перед вами я прошу пожалуйста простите меня и 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 что я готов сделать все что необходимо и 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 ваше покаяние и сэсо фраги пью прощаю вас но вы знаете честно я об этом никогда не знал просто был дождь и я никогда поэтому платить вам не за что но я положил трубку и я почувствовал как будто миллион долларов да он американская идиома короче почувствовать как миллион долларов означает я просто почувствовал прекрасно я звонил другим людям я просил их простить меня я думаю важно что некоторые грехи которые вы совершали и люди участвовали в этих грехах с вами важно не свалить вину на них и позор то есть важно вам покаяться перед людьми то есть вам не надо свалить вину на тех кто с вами делал этот грех а вам нужно лично покаяться в вашем грехе и вы можете не знать где некоторые люди находятся сегодня и вы можете не знать как их достигнуть но я обнаружил что когда вы принимаете решение сделать это и вы можете сказать господь я не знаю где они сейчас но если ты мне покажешь где они находятся я попрошу у них прощения я принял решение попросить у человека одного прощения и бог буквально на следующий день послал мне его навстречу вы знаете в чистой совести есть сила и в консультировании и в консультировании нам нужно о чистой совести задать первый вопрос вот вопрос должен быть такой если кто-нибудь кто может сказать ты обидел меня и не извинился у нас должно быть такое желание что если мы кого-либо обидели когда-либо нам нужно извиниться я у меня есть родственник у меня было родственник ты Continue 她 was faced with his truth она itself которая с этой истиной познакомилась или столкнулась которой я сейчас вас учу Она буквально заболела от страха пойти и примириться с человеком одним. Но это дьявол. Дьявол будет говорить, что уважай себя, это уже давно прошло тебе, это прошлое, тебе не надо. Но я обнаружил, что если мы хотим смирить себя, мы примем благодать от Бога. Возьмите и наперед, вот запишите, что бы вы хотели сказать человеку. И это все, что вам нужно сказать. Бог обличил меня. Я живу для Господа, и Бог меня обличил. В моем грехе, который был. Я был неправ. Могли бы ты простить меня? И есть ли какая-либо возможность у меня исправить ситуацию? Он может сказать, да ладно, забудь. Не беспокойся. Ну, это ты. Чтобы люди, они говорили, да. То есть, вам нужно услышать, чтобы человек сказал, да, я прощаю тебя. И вы можете сказать, я не пытаюсь тебя сделать виноватым. Я просто хочу свою совесть иметь чисто и прошу, прости меня. Не говорите, я сожалею. Не говорите, я сожалею. Не говорите, что прости меня. А говорите, мог ли бы ты простить меня? Не мог ли бы ты простить меня? It's the humble thing to do. It's the right thing to do. Ну, вот это правильно. Это смиряет. Это смиренный такой образ сделать эти вещи. Да, то есть, it's not a request, but it's a asking. Yes, we're asking. Would you please forgive me? Would you have it in your heart to forgive me? Могли бы ты в своем сердце найти прощение для меня? They may say, more than likely, they're going to say, yes, I forgive you. Most likely, they will say, yes, I forgive you. Скорее всего, человек скажет, да, я тебя прощаю. If they say, no, I'll never forgive you. Если они скажут, никогда не прощу. Смирите из себя еще больше. And say, I understand the pain I caused you. А вы можете сказать, я понимаю боль, которую я тебе причинил. And I'm not here to make you feel uncomfortable or force your forgiveness. И я не хотел у тебя просто вырвать это прощение. Но для меня бы очень много значило, если бы ты меня простил. И если тебе понадобится время для того, чтобы простить меня, то хорошо. Но я хочу, чтобы ты знал, что я был неправ, и я прошу тебя, пожалуйста, прости меня. Тот человек может быть виноват перед вами на 90%, а вы всего лишь перед ним на 10%. Но я обнаружил, что прежде чем я очищу мои 10%, прежде чем я свои 10% не очищу, то 90% не будут очищены этим человеком. Но даже если этот человек никогда не попросит прощения, в их представлении мы можем быть виноваты на 100%, а они не могут быть виноваты, считать, могут себя не считать виноватыми ни в чем. It's okay. Тоже не страшно. Мы не пытаемся их заставлять, попросить у нас прощения. Мы, как зрелые верующие, просто прощаем их и все. Просто любить их и все. Но нам необходимо очистить нашу совесть, если там даже совершенно небольшая проблемка. Особенно, если мы знаем, что это влияет на свидетельство об имени Иешуа через нас. Есть ли у вас какие-либо вопросы по данному поводу, по данной теме? Извини. Оля has a question, but some below, some below, not by this topic. How to be responsible for the personal information. Yes. Never give vow to keep the secrets. Yes, we're going to talk about that next. That's good. If the person left in the unknown direction or already died, and you cannot ask for forgiveness in that person. Well, then, you ask God's forgiveness, and just be thankful for the blood of Yeshua, that cleanses us. И попросить, чтобы кровь Yeshua очистила это. You know, there's nothing else. If they're gone, if they're deceased, and it did not affect anyone else. It was only between you and them, they're gone. There's nothing you can do, but just give it to the Lord. If it was between you and another man, you had a big argument, and maybe his wife still living, and she knows about the problem, you may want to go to her and say, Hey, I had, you know, I had some real problems with your husband. We had difficulties. I pray, you know, that you, you know, you don't have anything in your heart toward me. Will you please forgive me? You know, whatever. То есть, например, была семейная пара, вы с мужем страшно ругались или спорили, ссорились, лучше сказать так. И жена его жива, например, он умер, и она в курсе, что вы были врагами. Вы можете пойти к жене этого человека, если он, например, умер, и сказать, Вы знаете, я с вашим мужем ссорился, и я прошу вас простить меня за это, и прошу вас, просто не держите злам в своем сердце на меня. Таким образом. Позвольте мне сказать слово о прощении. Я верю, что это в нашем будет тесте и в зачете, и поэтому я думаю, что нужно рассмотреть его лучше. Что-что? So, Сергей asks, if we'll be given the answers to the test together with the questions. Хорошее требование, хорошая просьба. Я вам и так тут сейчас помогаю изо всех сил. Позвольте дать вам четыре принципа. Как получить прощающий дух. И вы можете этим помочь тем людям, у которых есть непрощение в сердце. Я думаю, что эти четыре пункта будут в зачете. Значит, первую. Поймите, что страдание за правильное действие это нормальная часть жизни верующего. Поймите, что страдание за правильное действие это обычная нормальная часть жизни верующего. Первая Петра, вторая глава, стихи с 21 по 23. Ибо вы к тому призваны, потому что и Мессия пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал судье праведному. Будут времена, когда вы будете страдать за хорошие дела. И номер два. Осознайте, что Бог действует через поступки ваших обидчиков. Пожалуйста, давайте ко 2 Царств 16. Второе Царство, глава 16. Второе Царство, глава 16. Здесь история о... Когда царь Давид, он бежал от Авесолома. И Семей, он бросал в него камни. Вот, и на Давида, и на всех рабов царя Давида. И посмотрите, что в 11 и 12 стихе говорит Давид. И Авеса сказал... Сказал Авеса, сын Саруин. Пойду я сниму с него голову. Это в 10. В 10. Когда Давид говорит, Хорошо, извините, я прочту с 10 по 12 стих. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим. Вот, если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем более сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, может быть, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит неутяжение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Давид был взгляд такой масштабный. Он видел, что Бог действует через действиям Шамии. Через семей. И что Иешуа сказал на кресте? Он сказал, Отец, прости им, ибо они знают, что творят. Он понимал, что они были инструментами в руках Божьих, чтобы исполнить высшее предназначение Божье для Него. Итак, пункт третий. Благодарите Бога за благословение, которое Он предусмотрел прийти в вашу жизнь через всякую обиду. 1 Петра, 3 глава, 8-9 стихи. 1 Петра, 3 глава, стихи 8-9. 1 Петра. Значит, секундочку, формулировка такая. Благодарите Бога за те благословения, которые придут в вашу жизнь через то, что вас после того, как вас обижали. Благодарите Бога за те благословения, которые Он запланировал через всякую обиду. 1 Петра. Значит, вот здесь говорится в 3 главе, в 8-9 стихе. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны, мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Если вы надлежащим образом реагируете, Бог, Он позволит нам получить благословение. Понимаете? Итак, пункт 4. Просите Бога показать вам, какие черты характера Он хочет произвести в вас через обиду. Просите Бога, спросите Бога, какие черты характера Он хочет произвести в вас через обиду. Галатам 5, 22 и 23 Там есть список плодов Духа Бог учит меня, чтобы я был добрее Более радостным Более мягче И все это входит в разряд плодов Духа В список плодов Духа Это Галатам 5 глава Стихи, посмотри Плод 23, 25 А, извините Галатам 5, 22 и 23 Перерыв 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 Бог за вас Что против вас Не смущайтесь Он с вами еще не закончил Аминь 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 Хорошо Дорогой сестры был вопрос Как Как Сейчас, одну секундочку За Личную информацию Личную это имеется ввиду Такую информацию Не для публики Конфиденциальную Скорей Для губа Когда вы будете задавать Конкретные вопросы Вы будете получать Информацию Личную То есть конфиденциальную Не для широкого Слушателя Эта информация Является Таким Честью Доверия И с этой информацией Нужно обращаться Осторожно и мудро И здесь Номер один Никогда Не клянитесь Хранить секреты Но Другими словами Никогда Не обещайте Никому Ничего Не говорить Вот Этого обещания Никогда Не давайте Потому что Он Он может вам Сказать Нечто То О чем Вы На что Вы будете Иметь Полное Право Кому-то Рассказать Потом Он вам Может Сказать Нечто Что Не является Правдой Потому что Он Например Не захочет Чтобы Вы обсуждали Это с другими Людьми И В конце Концов Выяснили Истину Ваша Реакция Должна Быть Я Не обещаю Никому Не говорить Но Я Обещаю Вам Это Если Другие Люди Захотят Узнать Мы Вместе Пойдем И Скажем Им Позвольте Я вам Объясню Однажды Я сидел В своем Офисе И Пришел Человек И Он Был Членом Церкви Посещал Церковь Где Я Был Пастором И Он Не Был Верующим И У Него Были Серьезные Просто Очень Сильная Проблема Ему Нужно Было Поговорить С Пастором И Он Сказал Обещаете Либо Никому Не Говорить То Что Я Скажу Вам Я Подумал Я Скорее Всего Больше Никогда Не Увижу И Никто Его В Церкви Не Знает Я Сказал Обещаю Никому Не Скажу И Он Сказал Мне Что Он Сказал Завтра У Сказал Что Он Готовится Завтра Убить Жену И Тещу И Он Был Настроен Серьезно И Я Знал Что Он В Этом Деле Настроен Решительно Я Сказал Извини Я Сказал Извините Короче Короче говоря Я Взяла На Собрание Где Проповел Евангелие Вечером И Бог Коснулся Его И Там Кое-что Изменилось Но Есть Вещи На Которые Вы Имеете Право Например Взять И Кому-то Сообщить Эту Конфиденциальную Информацию Поэтому Будьте Мудрыми В Давании Обещаний С другой Стороны Никогда Не Предавайте Там Предавайте Предавайте Ну Скажем Так Личного Доверия Большинство С той Информации Которую Вы Услышите На Когда Будете Кого-то Консультировать Это Информация Такая Которую Никто Никогда Больше Не Должен Слышать Если У вас Будет Сильное Желание Поделиться С кем-то Другим Этой Информацией У Вас Может Быть Такое Желание Но Не Делайте Этого Никогда Без Разрешения Того Человека Который Эту Информацию Вам Дал То Есть Если Вы Пастор В Общине Очень Легко Стать Человек Человек Or Человек Легко молитесь до тенденции as you go and share that with another pastor either struggling was something и тенденция такая что вы можете пойти к другому пастору и скажу вот он имеет проблемы вот царь you have a close friend или если у вас близкие друзья дина от алга struggling with you know what the roger struggling with ты знаешь вот с теми же проблем борется вот мой близкий друг it's it's not appropriate ольга или серёжа но это неправильно there is a lot of information i've received in a counseling session that i will take to the grave with me есть много информации которую я слышал от людей когда консультировал их и эта информация уйдет со мною в могилу we work through it there there sin is under the blood мы прошли через это грех покрыт кровью год из фрагива нам год из простил вас watch the the way он омыл а то ваще даби passing the knowledge in information around other people watch it i give this information to other people почему я потом должен другим это рассказывать it's it's not professional and it's not appropriate it's not ethical это не этично это непрофессионально и так делать нельзя you should be willing to take it to the grave вы должны хотеть унести такие вещи с собой в могилу the only time you should share it is if they give you permission to do so и единственный случай когда вы можете такую информацию поделиться если вам человек разрешит maybe the senior pastor needs to know and so you work with him do you mind if we talk to the senior pastor about this because he knows cuz this this if my effect your position вы можете сказать вы знаете может мы поговорим об этом с главным пастором потому что эта ситуация она может повлиять на вашу ваше служение that's what you need to simply have an understanding in among whatever lines of authority your counseling in и вам нужно иметь понятие элементарное под о той духовной власти под которой находится тот человек которого вы консультируете if people are not a part of the problem or not a part of the solution если люди не являются частью проблемы или частью решения этой проблемы they don't need to know about the problem то им и не нужно знать о проблеме the only people that need to know about the problem о проблеме должны знать только те are people that are already a part of the problem которые вовлечены в эту проблему are people that are part of the solution или люди которые могут помочь ее разрешить are you with me вы со мной okay know when not to give counsel know when do not do number 10 in it 10 that the next one he is b ah know when you do not need to counsel the counsel yeah yes знаете когда консультировать не следует number one when you have not been given permission by an authority первое когда у вас нет разрешения данного вышестоящей власти у нас она под литерой а the first question you need to ask is who is responsible for this person первый вопрос которому вы должны задаться а кто руководитель этого человека кто за него отвечает is this person under my spiritual authority находится ли этот человек под моей духовной властью this is an important question you must know it was your limits and who you really should be giving counsel to and who you shouldn't be giving counsel to вам необходимо знать кому вам давать вот это вам важно знать ваши границы кому стоит давать консультирование кому не стоит this person is under particular when i was a pastor of someone from another church came and they wanted counsel я когда я был пастором и если бы если кто-то приходил из другой церкви и хотел консультировать i would want to know have you counseled with your pastor то есть если ко мне приходил человек из другой церкви и говорил проконсультируй меня а я его обычно спрашивал а ты к своему пастору ходил why are they getting counsel for me when they're under someone else's spiritual authority почему ты пришел ко мне если ты находишься под другой духовной властью when you have not yet ask god for wisdom и консультировать также не следует если вы не попросили бога о мудрости number three when you have not heard the whole problem третье когда вы не слышали всей проблемы proverbs 18 13 притчи восемнадцать тринадцать read that here шум прочитаем притчи восемнадцать тринадцать и так здесь написано кто дает ответ не выслушал тот глуп и стыд ему someone can come and they can tell you a very convincing situation and when you talk to their wife люди могут люди могут прийти и рассказать вам очень такую ситуацию влечающую например муж идет к вам и пожалуется на что-то а вы решите поговорить с женой на ту же тему и жена вам расскажет все совершенно с другой точки зрения также когда человек приходит к вам с проблему его юзли старт with a respect the ball problem он обычно начнет с такой уважительной проблемы but it's appropriate to ask well in addition to that is there anything else that's bothering you or troubling you но будет разумно спросить после того как он вам расскажет главную проблему скрытие а если еще что-то что вас беспокоит или тревожит cuz more than likely they've not confessed or gotten everything out that's really deeply troubling them потому что люди часто не могут высказать сразу нечто то что глубоко у них сидит и волнует и so the more skilled in counseling you are the more you will seek to go to deeper root issues опытным советником консультантом вы будете тем вы больше будете докапываться до корней если у человека есть проблема с злостью it might be appropriate to say do you also have a problem with lust то вы его можете также спросить а у тебя с похотью есть проблемы because usually angry people have a problem with lust потому что часто гневливые жюри параллельно number four when you're talking to a sensual scorning or steadfast fool когда вы беседуете please you are talking with whom number four yeah please in english sensual scorning or steadfast fool когда вы беседуете с чувственным презрительным или таким упрямым глупцом давайте посмотрим притчи двадцать третью главу девятый стих 23 и 9 двадцать два десять салон тринадцатый finally и в конце концов there's basic questions to ask when god allows things to happen и вот тут приведены основные вопросы на каким ему основные ответы на вопрос почему бог позволяет происходить не and you can read these points these are good questions to ask и здесь есть хорошие ответы на этот вопрос вы можете их прочитать ok let's go over the test давайте пройдемся по зачету or do you want to go ahead and forget that part do you want to just forget that part about the test или вы вы хотите просто вы не хотите на эту тему говорить на тему зачета если вы записывали то что я вам говорил то все будет в порядке so you want to give a question ok we started off the class by talking about first timothy 1 verse 5 мы начали говорить начали наш урок с первого тимофея первой главы пятого стиха about the goal of counseling о цели увещевания i want you to know those three things я хочу чтобы вы знали вот эти три вещи я буду вас спрашивать об этих трех вещах любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицимерной веры ok do you have your sheets your diagram у вас есть вот здесь диаграммы ваши на листиках помните там я вас буду спрашивать какие три корневых проблемы вам необходимо их знать я буду спрашивать вас какие корневые причины которые приводят к этим проблемам вы со мной я вас попрошу дать определение благодати божьей помните мы говорили и я дал вам определение благодати это желание и сила исполнять волю божью окей окей амэй окей ликатару сида сервис проблему сады сервис айтетт здесь видите есть поверхностные проблемы и поверхностные поверхностные как бы причины отношение позиция я дам вам несколько из них в вопросе и я могу сказать и буду говорить вот так здесь поверхностные причины архи и и и и и и и и и Я дам несколько и скажу, вот поверхностные причины, и да или нет, правильно, неправильно Или вот поверхностные проблемы, истинные они или ложные? Я не хочу, чтобы вы их записывали, но я хочу, чтобы вы разбирались в них, знали их, потому что я дам это на зачете И посмотрите под номером 3 в вашем руководстве Здесь 8 качеств, которые необходимы консультанту, который хочет дать благочестивый совет Пожалуйста, я хочу, чтобы вы знали эти 8 вещей Я хочу, чтобы вы знали 4 вещи, которые помогут человеку разрушить твердыну дьявола в его жизни Вы помните их? Я вас об этом спрошу 4 пункта, которые помогут человеку разрушить твердыню дьявола в его жизни Будет на зачете 4 пункта Которые помогают человеку разрушить твердыню дьявола в его жизни и построить Божью крепость Я вам дал также 4 принципа, как получить прощающий дух Я вам дал их сегодня, и я хочу, чтобы вы их знали И где главная арена борьбы с Богом и Сатаной? The soul Хочу, чтобы вы это помнили Я также дал вам определение мудрости Это видение жизни с перспективой